Здравствуйте, товарищи студенты! С вами Иван Пателицын. И сегодня мы поищем, установим и настроим гид на вашем компьютере. Поехали! На компьютерах под управлением Linux гид уже точно есть. Это видео скорее для маководов и пользователей Windows, но если вы еще ни разу не вызывали git config, то все равно досмотрите до конца. Самый простой способ проверить, есть ли гид на вашем компьютере, выполнить в терминале команду git version. Для начала убедимся, что вы знаете, где искать терминал. Под Windows команду строку можно запустить, набрав cmd и нажав Enter в меню пуск, либо выполнив те же действия в адресной строке проводника. Разница лишь в том, что в первом случае командная строка запустится в домашнем каталоге пользователя, а во втором сразу в этой же папке. Терминал в каталоге пользователя Mac можно запустить через ланчпэд. Сам ланчпэд открывается либо по нажатию F4, либо по сведению четырех пальцев на трекпаде. Из конкретной папки терминал запускается через меню Finder. В какой бы операционной системе вы ни были, наберите команду git version. Если гид выдает свою версию, то можно сразу переходить к настройке. Пользователи, не получившие ответа или желающие обновиться, приглашаются на официальный сайт git. На странице git.scm.com можно сразу начать скачивание под вашу операционную систему, либо нажать кнопку Downloads. Далее пользователи ПК качают экзефайл, а у пользователей Mac будет выбор. Не желающие разбираться с Homebrew, ставить xcode или собирать гид из исходников могут зайти на SourceForge для скачивания установщика гид от Тима Харпера. Так или иначе устанавливаем гид и убеждаемся, что он установлен командой git version. Ну все, теперь нас ничто не остановит. Осталось только указать в настройках гид имя пользователя и имейл, которыми будут подписываться будущие коммиты. Желательно указать имейл, на который у вас зарегистрирован или будет зарегистрирован аккаунт GitHub. Имя пользователя можно написать по-русски, но если вы боитесь небольших неудобств при работе с кириллицей, то можете просто использовать имя из загранпаспорта или никнейм из Инстаграма. Обратите внимание, что имя пользователя пишется в кавычках, а имейл нужно указать без них. Вот собственно и вот, предлагаю не затягивать и переходить к коммитам.